Собака, хомячок, попугай, мультфильмы, пазлы, настольные игры. Здесь есть все, чтобы семилетняя София не скучала. Ведь уже почти два года эта комната стала для девочки отдельным миром. В этом мире живут необъяснимая болезнь и надежда на исцеление. Соня любит день и боится ночи. Нет, в темное время суток девочка остерегается неночных монстров из детских кошмаров. Ночью приходит боль. У Софии страшный диагноз – зрелая мезинхимома. Жировая и мышечная ткань сдавливают внутренние органы ребенка, причиняя тем самым страдания. Вот уже два года девочка не может передвигаться. Родители ребенка в отчаянии. Ведь семь лет назад, ожидая рождения дочери, они и представить не могли, через что придется пройти их малышке. Беременность очень хорошо проходила. Я работала в магазине «Фокстрот». То есть я там порхала, вообще как бабочка. Было все классно. Восемь месяцев я только ушла в декрет. Я не хотела сменить, я чувствовала просто отлично. Несмотря на то, что Сонечка родилась стройным обвитием пуповины, девочка, по словам медиков, была абсолютно здоровой. А маленькая гематома на лопатке ребенка должна была, как уверяли врачи, в скором времени рассосаться. Генетики, конечно, сделали анализы. То есть как бы тоже патологии они никаких не нашли. Хоть генетики убеждали, что опухоль доброкачественная и не должна принести ребенку вреда, через два месяца после рождения стало заметно, что образование увеличивается в размерах. Когда уже увидели, что опухоль растет, и она никак не рассасывается, когда мы приехали к докторам, они с ужасом смотрели и говорили, вы что, как вы могли сидеть, ждать? Это такая вещь, что она не рассасывается, она только увеличивается в размере. Там в два с половиной месяца у ребенка была уже первая операция. Первая операция, конечно, была очень тяжелая, так как ребенок маленький, она лежала в реанимации. То есть как бы, ну, отходила она немножечко тяжело от первой операции. Потом, естественно, мы находились в клинике, за нами там наблюдали, все сделали гистологические исследования, сказали, что это ангиофибролипома, как бы доброкачественная опухоль. В надежде найти объяснение, недугу ребенка мама отправилась в столицу. Но киевские врачи только развели руками. После четвертой операции нам уже доктора сказали, что мы не видим просто смысла больше резать ребенка. То есть как бы все, они выписали нам инвалидность, сказали, что мы не знаем, мы не знаем, что делать, и все. Я попросила направление у них на Киев. Сказали, чего вы сюда приехали? Мы будем делать то же самое, что делали у вас в Донецке. Мы будем резать, и все, больше ничего. Как бы я начала задавать вопросы, ну, может, какие-то консультации, что, куда обращаться, как лучше, что. Он мне сказал, я могу вам только сказать одно. Резать, резать, пока хватит сердце ребенка. То есть, да, вот такое вот прозвучало выражение очень. Я вышла из клиники, я очень долго плакала и не могла успокоиться. То есть, как бы, ну, как так это получается? Просто медленная смерть ребенка. До пяти лет, несмотря на образование на спине, Соня росла активным и жизнерадостным ребенком, ничем не отличаясь от сверстников. Родители немного успокоились, надеясь, что болезнь с возрастом отступит. Вот, как бы, мы даже не то, что пустили это все на самотек. Мы просто надеялись на то, что ребенок будет расти, и с возрастом она будет вытягиваться, и все это пройдет. Оно бы, может, так и было. Ребенок, она очень активная девочка. Она бегала, там шевелилась, как бы, рост. Не было особо такого большого роста. Но когда она в 2011 году, в июне месяце, переболела куклюшем, то есть у нее пошли сильные осложнения на ноги, сразу первым делом на ноги. Она начала сначала как бы медленно передвигаться, потом она уже не могла на ногах стоять, и потом она вообще перестала ними даже перебирать, она не могла даже их поднять. И, скорее всего, что вот это вот повлияло, иммунитет ослаб, и это, скорее всего, что, как вот доктора наши говорят, что это повлияло именно на рост опухоли. Так ребенок сам боролся, она двигалась, движение побеждало, как говорится, пока мы ходим, пока мы живы. И вот сейчас, на данный момент, эта опухоль выросла в очень огромных размерах. Она сдавливает все органы у нее, сдавливает печень поджелудочную, то есть, ну, как бы, сердце опять-таки. Она очень ночами плохо спит. Понимая, что украинские медики помочь Софии не в силах, Лариса отправилась в Москву. Но даже там ей не удалось найти ответ, что происходит с ее ребенком и как ему помочь. Мы начали запросы делать. Сначала в Израиль, потом в Германию. То есть, как бы, да, все клиники отвечают. Там документы мы высылали очень многим клиникам. Ждали там месяц, недели ждали, пока нам что-нибудь ответят. И только одна клиника, вот эта вот Шарите в Берлине, она за нас, как бы, взялась. Тоже они там собирали очень много консилиумов. Первый консилиум был у нас в клинике Шарите нейрохирургии, отделение нейрохирургии. Потом, конечно, они сказали, что это не наш профиль и передали документы просто в отделение хирургии. Тоже мы ждали опять-таки месяц, когда нам ответили. Вот сейчас у нас есть счет с клиники, они нам выставили. Но, опять-таки, это только обследование. Ничего конкретного они не говорят. То есть, вылечат они ребенка, не вылечат. Я, конечно, очень сильно надеюсь на то, что за обследованием последует у нас и лечение. Как бы, очень в это верю. Немецкие врачи оценили обследование Софии Гребенеченко в 11 тысяч евро. Самостоятельно собрать такую сумму родителей Софии не в силах. Мама девочки работает продавцом, а папа автослесарем. И понятно, что семейный бюджет семьи Гребенеченко никогда не пополнится такими деньгами. Поэтому родители сегодня делают все, чтобы спасти своего единственного ребенка. Информация о том, что девочка нуждается в помощи, уже есть в интернете. Созданы группы, люди потихоньку подтягиваются к этим группам, перечисляют какие-то деньги, кто что может. То есть, делаем, что можем. Каждый телефонный звонок, каждое сообщение для родителей Сони – это надежда на шанс. На их призыв о помощи уже отреагировали десятки людей. Но пока собранная сумма еще очень мала. Общая сумма на сегодняшний день, то есть на утро, это отчет на утро, собрано 9 118 рублей. 200 лишним тысячи гривен. Еще нам нужно сколько собирать? Еще нам надо собирать 118 тысяч гривен. 118 тысяч гривен? Да. Несмотря на диагноз и ограниченность движений, Соня всегда находит в себе занятия. Девочка увлекается аппликацией, рисует, складывает пазлы. О настоящей учебе София может только мечтать. По этому школьную программу первого класса девочка изучается настоятельно. Она уже хорошо читает и пишет. Общаясь с Соней, мы удивились, насколько она светлый человечек. Я рисую. Вот это делаю. Аппликации, да? А еще? Пазлы сложиваю. У тебя есть какая-то мечта? Да? Какая? Выздороветь. Выздороветь хочешь? А вот когда ты уже выздоровеешь, что ты вот сделаешь? Что бы ты хотела сделать? Первым делом что? Не знаю. Может пойти на улицу погулять, куда-то поехать с родителями? Я еще не подумала. Не подумала еще об этом? А вообще мечтаешь? Побыстрее? А вообще больницы боишься, нет? Угу. А почему? Мама даже, когда с папой меня везут в стоматологию, я боюсь даже. Врачей боишься? Угу. Угу. Родители Сони уверены, что сегодня им может помочь только чудо и человеческое милосердие. Будет ли Сонечка жить, зависит от каждого из нас. В программе «Непридуманные истории» мы уже не раз рассказывали о детях, которые нуждались в дорогостоящем лечении. И всегда находили отклик в сердцах телезрителей. Надеемся, что и в этот раз ваше неравнодушие поможет маленькой девочке стать здоровой. Вы можете перечислить деньги на расчетный счет или связаться с нами. Музыка «Непридуманные истории» Музыка «Непридуманные истории»